Приветствую вас, мои дорогие любители вкусного и интересного! Рад видеть вас на канале Доброслава-13. Сегодня на канале разговорная тема. И предлагаю с вами поговорить и обсудить такой, казалось бы, с одной стороны простой, но с другой стороны очень важный и интересный вопрос. Пряности и специи. И поговорим, какие же пряности и специи должны быть на каждой кухне, у каждого хорошего хозяина или хозяйки. Давайте для начала с вами разберемся, что же такое пряности и специи. По привычке мы все, да, да, все, и я в том числе, очень часто называем перец, чеснок, паприку и прочие-прочие наши чудесные семена и трав, которые есть у нас на кухне, специями. Хотя на самом деле, с умной точки зрения, с научной точки зрения, это совсем неверно. Специями являются соль, сахар, алкоголь, вот уксус, например, это специи. А, соответственно, все продукты растительного происхождения, плоды, листья, то есть те же самые перцы, чеснок, орегано, базилик, тимьян и даже куркума являются пряностями. Но в обиходе в последнее время укоренилось такое понятие смешение специи, пряностей, и практически никто не разделяет, что есть пряности, что есть специи. Все как бы сгребают в один и общий котел. Но когда разговариваешь с профессиональными кулинарами, с профессиональными поварами, многие прям очень-очень болезненно этот вопрос воспринимают. Поэтому я хочу поднять бокал этого прекрасного напитка за всех вас, моих дорогих зрителей, за профессиональных поваров, за профессиональных кулинаров и за любителей. Пусть мы все будем говорить на одном языке и не обижаться по таким мелочам друг на друга. За вас, друзья! Хорошо. Едем дальше. Итак, давайте с вами заглянем в свои ящики со специями и с пряностями и подумаем, какая же пряность чаще всего у нас используется. И я уверен, что у 100% моих зрителей самой часто используемой пряностью будет перец. Правильно. Черный перец. Самая привычная, самая популярная и самая распространенная пряность. И не только на ваших столах, а вообще во всем мире. Перцев существует много. Нам привычен, чаще всего мы используем черный перец. Мы используем его либо горошком, либо молотый, либо дробленый. Причем используем его и к рыбе, и к мясу, и в различных консервах в автоклаве, и при приготовлении колбасы, и когда делаем какие-то салаты. Нельзя найти какой-то отрасли кулинарии, консервации, где бы не использовался черный перец. Черный перец это слегка недозрелые плоды. Если плоды вызревают и с них снимают оболочку, получается белый перец. И он кардинально разительно своей ароматикой отличается от привычного нам черного перца. Я, например, вот так и не смог полюбить до конца белый перец. Для меня он, ну простите за сравнение, вот пахнет навозом. Да, интересно, да, специфически. Во многих блюдах он раскрывается совсем другими гранями. Но я вот практически нигде никогда не использую белый перец. А вы, друзья мои, напишите в комментариях, используете ли вы где-нибудь в своем обиходе белый перец. Второй, одной из самых часто используемых пряностей, я считаю, что является кориандр. Кориандр отлично подходит к рыбе, к мясу, в различных маринадах, в различных заправках. Это, ну, достаточно универсальная пряность, которая очень-очень часто используется. И поэтому я настоятельно рекомендую иметь вам в запасе всегда немного кориандра. Предпочтительно, конечно же, все пряности, с моей точки зрения, иметь в виде целых ядер, зерен, либо листиков. И уже по мере надобности самому измельчать их. Ну, кориандр чаще всего используется, конечно, в порошкообразном виде. Я, например, сам с помощью обычной банальной кофемолки по мере надобности из зерна делаю себе порошкообразную пряность кориандра. Третий, часто используемый. Лично у меня и, насколько знаю, у многих знакомых тоже, пряностью является это сухой чеснок. Казалось бы, у нас почти всегда в наличии есть свежий чеснок, но у свежего чеснока от головки к головке очень часто может меняться его острота, интенсивность аромата, интенсивность запаха. Поэтому во многих блюдах, особенно там в мясных блюдах, когда вы делаете подливки, соусы, проще и надежнее использовать сухой чеснок. Сухой вот именно не в пыль я рекомендую использовать чеснок, а гранулированный, так называемый, то есть мелкодробленый, именно кусочками чеснок. Хотя в последнее время тоже с чесноком есть большая проблема. Насколько я понимаю, эфирные масла из чеснока вытягивают, все, что осталось, высушивают. Есть, конечно, люди, кто сами сушит чеснок с помощью овощесушилок, но я пробовал несколько раз сам сушить. Ну, занятие мало того, что трудоемкое, это как бы не самый главный вопрос, но и себестоимость данного чеснока получается, ну, просто вообще неимоверно высокая. Если у вас только очень-очень большие плантации чеснока, и вы не знаете, куда его деть, ну, тогда, наверное, да, стоит самому задуматься о том, чтобы посушить чеснок. На четвертое место я, пожалуй, поставлю сухой базилик. Да, может быть, это не самое-самое популярное, как первая тройка пряностей, но тоже очень часто используемая пряности. Листики базилика сушеного можно использовать в куче салатов, при приготовлении различных заправок, при приготовлении соусов, подлив, кетчупов, и, конечно же, в многих разных видах консервации. Не так часто, как, конечно, черный перец, чеснок и даже душистый перец, но тоже очень необходимая в хозяйстве вещь. Небольшой пакетик, небольшую баночку, всегда держать под рукой. Очень рекомендую вам. Пятым будет душистый перец, который вообще к роду перцев не имеет никакого отношения и на перец похож только визуально. В маринадах, в различной консервации, будь то овощной или мясной, в тушенках и в маринованных помидорах, в каких-то вторых блюдах в автоклаве и в маринованных кабачках мы везде-везде используем душистый перец, потому что он очень богат и необычен своим ароматом. То есть при приготовлении супов, при приготовлении маринадов, добавляя душистый перец, который еще называется ямайским перцем, например, у поляков он называется ангелова пряность, а в англоязычных странах зачастую его называют allspice, то есть все специи, потому что его вкус настолько многогранен, настолько интересен, причем он не вызывающий изначально, то есть он не какой-то резкий, немощный, он начинает играть новыми красками, подчеркивать различные другие пряности и получается очень и очень интересно, так что эта пряность тоже должна быть непременно на наших полках с пряностями. Ну что, друзья мои, пока сделаем небольшой перерыв, вот вы в комментариях напишите, какие самые необычные, непривычные, редкие пряности вы пробовали. Предположу, что многие напишут шафран как самую дорогую пряность. А вот что еще такое экзотического и необычного вы использовали, вы пробовали и вам особо понравилось. Следующей пряностью в моем арсенале является орегано. Я его очень часто использую при приготовлении соусов. Различные соусы, подливки, какие-то мясные блюда, но и также овощные салаты на манер простого деревенского огурцы, помидоры, лучок, также греческого салата. В этих салатах орегано просто великолепен. Ну а также в любых домашних томатных кетчуков, в домашней пицце орегано играет очень-очень ярко. Вкус его характерен, не передаваем и легко узнаваем. Очень многие блюда мы любим именно вот за такие вот нотки, нюансы, которые им придают орегано. Если вы подумали, что я забыл короля пряностей, которые есть, я уверен, что на каждой кухне наравне с перцем, то я не забыл. Я просто чуть-чуть оттянул от счастливый момент, чтобы рассказать. Все верно, все верно. А то уже некоторые, я думаю, начали писать. Почему я забыл о лавровом листе? Лавр, какой бульон, какой суп, какое второе блюдо зачастую обходится без приготовления лаврового листа? Да и очень редко мы когда не используем лавровый лист при приготовлении супов, похлебок, бульонов. Ну а те, друзья, кто делают сами тушенки, знают, что практически в каждой тушенке базовой всегда есть лавровый лист. И он именно подчеркивает, придает вот характерный определенный вкус. И без вот этого маленького кусочка лаврового листа получается совсем не то. Вроде отличное мясо, прекрасный перец мы положили, все как всегда, посолить не забыли. А вкус не то. Вот маленький кусочек лаврового листа уже кардинально меняет блюдо. Следующая пряность не столь популярная, но я ее также рекомендую иметь в загашнике для своих кулинарных утех. Это тимьян. Он же привычный нам чабрец. Пенсионный в наших краях чабрец любит пить в виде чая, добавляя в какие-то травяные пряности, если так можно сказать. Это корица. Да, корица тоже, я думаю, есть на большинстве кухонь. И используем мы ее в основном зачастую в кондитерских вещах, в какой-то выпечке, то есть в сладких вещах. Но корицу зачастую можно использовать и не только для этих целей. Ее можно добавлять, когда мы готовим различные блюда в азиатском стиле, добавлять к мясу. Когда тушим мясо, добавить немножко корицы, и она придаст вот очень-очень интересный привкус. Мои легендарные, многим любимые джерки из говядины, вот имеют столь интересный и характерный вкус именно за счет корицы. Вот ни перца, ничего, а именно вот такую пикантность, интересную нотку, в симбиозе, конечно, с остальными пряностями, им придает корица. Ну и на 50 место в нашем рейтинге пряности, которые нужно иметь всегда на кухне, я бы отнес паприку. Нет, не копченую. Копченую паприку, да, это интересно, это классно, это дорого, это круто. Обычную красную паприку. Для чего мы ее можем использовать? Во-первых, придавать яркий нарядный цвет, украшать соусы, использовать для оформления тарелок с какими-то блюдами, ну и также усиливать, усиливать яркость цвета. Паприка зачастую используется именно как классный, чудесный, натуральный краситель. Ну и свой вкус интересный, характерный она тоже имеет. Вот, пожалуй, я и рассказал о десяти самых используемых, самых популярных у меня на кухне пряностях. Понятное дело, что пряностей, наверное, в десятки, а если не в сотни, раз больше. И поэтому я призываю вас, напишите в комментариях, а какой у вас рейтинг пряностей? Вот какие из пряностей, не вошедших в мою десятку, вы постоянно и регулярно используете. Пряностей очень много, но с моей точки зрения, вот большинство остальных пряностей имеют слишком специфические, характерные привкусы. Вот, например, анис и бадьян. Две разных пряности, но имеющих схожую такую ароматику, схожий вкус. И многим не используется по причине того, что пахнут лекарствами, пахнут аптекой. Вот этими они своими каплями. За это их многие не любят, и поэтому их использовать всегда нужно очень и очень аккуратно. Умин зира тоже можно отнести к этой категории. Кто-то не мыслит плова без зиры. Я знаю людей, которые свиной шашлык без зиры вообще не признают. А очень у многих людей только при одном прям вот открытии баночки с зирой, при этом вот ярком, насыщенном, очень таком характерном, восточном аромате, просто вот-вот чуют и говорят, все, все. Я вот здесь даже вот ни к чему не притронусь, есть не буду. Характерная пряность. Она не столь нейтральная, как вот пряности из первой десятки. Поэтому здесь уже стоит выбирать на любителя. И таких пряностей очень-очень много. Вот такой вот разговор под бокальчик прекрасного, замечательного напитка. А я вот заговорился с вами, даже не съел ни одного кусочка. Вкусные, замечательные колбаски. Так вот, видите, живем, колбаса заплесневела. Так и питаемся. Вкусная. Надеюсь, очередной ролик разговорного формата был для вас полезен, был для вас интересен. Ну, я жду от вас обратной связи. Каких роликов на разговорную тему вы от меня ждете в ближайшие месяцы? Пишите все в комментариях. Я все комментарии читаю и максимально стараюсь на них отвечать. Рад был видеть вас на канале Доброслава13. Скоро увидимся. Будет вкусно и интересно. Пока-пока.